цикл наш будет называться то есть он уже называется женщины русского авангарда может быть вы в курсе что это название вызвало фейсбуке запрет фейсбук сказал что это тема сексизма и запретил называть нам так этот курс поэтому пришлось как там хитрить художницы русского авангарда на самом деле курс называется все-таки женщины русского авангарда потому что говоря вот об этом периоде о женщинах которые были представляли собой авангард нужно конечно в первую очередь обсудить вопрос о вообще что такое женское творчество и вообще есть ли такое понятие как женское творчество и есть такое уходящие расхожие обскал представления о женском творчестве что это такое вот что то такое какие-то рюшечки какие-то скажем не знаю украшения что-то блестящее красиво но это в таком каком-то расхожим действительно понимание этого слова это какой-то пренебрежительный термин в общем всегда bishop этих вот женское дамская хотя с другой стороны сказать про что нибудь о это мужское творчество тоже никому в голову не приходит да потому что и к обуча300 получается что есть как бы творчество вообще и женское творчество и вот это творчество вообще это настоящее женское это что-то такое ну естественно что настоящий от все-таки мужское Вот так это тоже расхожее представление. Но я считаю, что творчество вообще каких-то половых, то есть гендерных понятий не содержит в себе, потому что творчество есть творчество. И в этом смысле мне очень нравится высказывание замечательного филолога Гаспарова, такой был специалист по Древней Греции, вообще великий человек. Он сказал, что под последнее время есть такое мнение, что, например, о шахтерах написать могут хорошо только шахтеры, потому что они понимают жизнь этих людей. Или, скажем, как он дальше пишет, о хоббитах только хоббиты. И, соответственно, о вампирах только вампиры. Ну и тут уже можно дальше, так сказать, философствовать, что о насекомых уже никто не напишет вообще никогда, и о животных тоже, и, в общем, безнадежная ситуация. На самом деле, вот повторяюсь, что, так сказать, это никаких гендерных, так сказать, категорий творчества не имеет. И когда настоящее искусство, то за этим там может быть и женские проблемы, и мужские, какие угодно, абсолютно подняты и объяснены. Но определить их как, так сказать, главные, это было бы неправильно. Вот я вспоминаю всегда гениальный фильм, где Дастин Хоффман играет тут женскую роль. Если вы помните, это очень хороший фильм. Вот идеальный пример того, как мужчина может проникнуться женскими проблемами и этим очаровать вообще огромную аудиторию. Вот, но все же к вопросу о женском творчестве, вот перед вами некоторые героини наших будущих лекций. Вот слева направо, значит, Ольга Розанова, потом рядом с ней Наталья Гончарова, внизу вот здесь это Удальцова, Надежда, там Степанова, Варвара, и в правой части Любовь Попова. Это не все, далеко не весь список этих прекрасных женщин, которые участвовали в авангардном движении, но это как бы такие вот основные персонажи. Нужно, наверное, прежде чем рассуждать об искусстве, несколько слов сказать все-таки о феминизме. Без этого не обойтись никак. Я эту тему очень, честно говоря, не люблю и никогда о ней не высказывался, но тем не менее я вынужден это сделать, потому что сама тема женское творчество заставляет меня сказать о феминизме, что было такое движение. Все вы, конечно, о нем знаете от слова фемина, это женщина по-латыни. Это движение, в общем, было, конечно, не художественное, не литературное, а оно было исключительно политическое. И, в общем, действительно, оно имеет под собой некие, так сказать, совершенно четкие причины возникновения, потому что в те времена, когда оно возникло, женщины действительно были лишены прав очень многих, особенно политических. Там, скажем, избирательное право, право учиться в высших учебных заведениях. Да вообще-то говоря, на самом деле женщины были лишены всего, абсолютно всех прав, кроме как рожать детей и их воспитывать. Все остальное было запрещено на протяжении почти всего XIX века. Это вот сегодня нам кажется очень странным, что такое было. Например, в Англии женщин стали пускать в пабы, в пивнушки, только в 60-е годы прошлого века, совсем недавно. Сегодня это вообще даже какой-то нонсенс абсолютный. Но это было, тем не менее. И феминистское движение, оно, конечно, сыграло в освобождении женщин от этого гнета мужского. Оно сыграло, конечно, колоссальное значение, потому что на первых порах это было просто совершенно необходимо абсолютно. К сожалению, как многие явления исторические, оно потом несколько переродилось, когда уже, скажем, в наше время феминизм уже дошел до того, что уже мужское вообще уже не существует ничего, а все должны женщины делать. То есть это какое-то перегибание вот этой вот, так сказать, равновесия, оно, естественно, возникло. Но это понятно, потому что, когда не было ничего у женщин, им захотелось иметь все. И, в общем, они, так сказать, они, я не говорю вот об этой аудитории, я говорю о них, о феминистках, они получили очень много. Когда вот то время, о котором мы будем говорить, русская культура этого конца 19-го, начала 20-го века, это как раз уже расцвет такой феминизма, и тогда возникли, тогда были замечательные совершенно явления, возникли такие, такая категория женщин, как суфражистки. Над ними очень издевались, смеялись, но в газетах вечно какие-то были карикатуры суфражисток, таких очень таких смешных женщин среднего возраста. Собственно говоря, они боролись-то за что? Они боролись только за право, избирательное право. У них других целей никаких не было. И это, в общем, было вполне справедливое, так сказать, желание иметь эти права. Ну, в общем, уже в середине 19-го века вот это женское движение за освобождение женщин, оно как-то в России уже складывается в очень такие, какие-то очень ясные и правильные формы. Потому что, как я уже сказал, что женщины были лишены всех возможностей, и, в частности, учиться. И в этом смысле даже Россия в середине 19-го века стала обгонять Европу и Америку, потому что там еще были законы очень жестокие, а у нас уже появились в это время всякие учебные заведения, куда допускались женщины. Например, уже вот в 1765 году был указ Екатерины Второй о создании Смольного института. Вот сейчас я вам покажу этих замечательных девушек, которые учились в Смольном институте. Это все кисти левицкого портрета, так называемые смолянки. Это замечательные совершенно портреты, они большие, красивые. И там вот эти представлены, эти прекрасные молодые ученицы этого института. Значит, туда было принято сразу 240 девушек мещанского звания. Это были не дворянки, не аристократы, а именно мещане, понимаете. И это в этом смысле очень тоже как-то было новое что-то абсолютно. Это был такой расцвет демократического движения. Заходите, место есть еще. Помимо того, были в каком-то огромном вдруг таким потоком появились какие-то разные высшие учебные заведения, куда пускали женщин. Курсы в Санкт-Петербурге, Владимирские курсы, курсы Гирье в Москве. Это так называемые высшие женские курсы. И везде там женщины получали прекрасное образование. Они слушали лекции. Там и мужчины тоже учились, между прочим. Или, например, Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге, где просто было написано при учреждении этих курсов, что они учреждаются для того, чтобы дать возможность женщинам доставить возможность высшего образования, ради которого они устремлялись за границу и уезжали из России. То есть это была идея сохранить наиболее талантливых женщин в России, чтобы они оставались там. Вот, например, даже Василий Кандинский, который известный вам художник, юбилей, который в этом году 150 лет со дня его рождения, он учился в 60-е годы, нет, простите, в 80-е годы он учился, прошел курс в Мюнхене, да что? Он в Мюнхене прошел курс анатомического, медицинской анатомии. И вот на этих курсах женщин тоже не допускали туда. Вот он сам об этом пишет, вспоминает. Так что факты говорят сами за себя. Ну, женский вопрос, да, это был один из главных вопросов того времени, 50-х, 70-х годов 19-го века. Пирогов, известный ученый, да, и доктор, он вообще, так сказать, очень тоже был озабочен вот этой задачей допустить женщин до высшего образования. Или, например, критик Писарев, который писал вообще такую фразу, женщина ни в чем не виновата. И он писал, что мужчина гнетет женщину и клевещет на нее, постоянно обвиняет ее в умственной неразвитости, отсутствие тех или других высоких добродетелей в наклонности к тем или иным преступным слабостям. Вот как. Может, он был прав отчасти? Ну так, это уже за скобками. В общем, к началу, в общем, 20 века уже в России женщины имели полное право во всем. Абсолютно. И, в частности, в художественных вузах они тоже могли учиться. Это было большим достижением, конечно, несомненно. И это дало, в общем-то, в каком-то смысле толчок и развитию авангарда, потому что они, женщины, увидели, смогли научиться тому, чему бы они никогда не научились не будь этой возможности. Так, и что же нам делать? Места нет уже. А, есть, да? Ну, хорошо. Ну, конечно, если вспоминать персонажей вот самих женского движения в России именно, то, конечно, тут разнообразие женских характеров какое-то совершенно необыкновенное. Ну, вот как бы два полюса я вам покажу. Вот портреты двух совершенно вот абсолютно противоположностей этого движения за освобождение женщины. Вот это слева, это Стасова, Надежда Васильевна Стасова, которая прожила довольно долгую жизнь, общественная деятельница, возглавляла российское женское движение. Она открыла Владимирские курсы, работала на Бестужевских курсах, и она была создательницей первых яслей детских в России вообще. Вот такой у нее, значит, такой вид она имела. А рядом с ней Александра Калантай. Как бы совершенно противоположная фигура, которая тоже была очень известна, она была знаменитым таким политическим деятелем, начинала, как, ну, у нее была до революции довольно успешная карьера, литературно такая, художественная. А потом, когда произошла революция, она еще до революции в 15-м году стала членом ВКПБ, то есть ее заинтересовали революционные идеи, она была наркомом, полномочным послом с СССР и так далее, и так далее. И, надо сказать, что она была первым министром истории, первым министром женщины в истории вообще мировой. Первым. Но при этом она была абсолютно свободных нравов, в отличие, скажем, от, наверное, Стасовой, которая придерживалась таких, я думаю, в общем-то, в личной жизни каких-то таких вещей традиционных. Калантай была очень свободная, и вот о ней, значит, писал один современник, ну, как-то очень злобно написал, но я вам процитирую, тем не менее. А Калантай, я ее знаю очень хорошо, была когда-то похожа на ангела, с утра надевала самая простенькая платьица и скакала в рабочие трущобы, на работу, в кавычках, а, воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку и шмык с коробкой конфетку в кровать к подруге. Ну, давай, дружок, поболтаем, теперь сласть. Вот такая вот свободная женщина была. Ну, в общем, вот так я как бы обрисовал ситуацию, вот, которая была в России, связанная с этим женским освобождением, с феминизмом, и сейчас мы можем спокойно уже перейти к непосредственно к искусству, к нашим героиням. Ну, пока я вот верну их портреты, потому что они уж больно не нравятся, они такие замечательные женщины, поговорим теперь о них. Значит, их называли амазонками. Вот что писал Бенедитт Левшиц в 1933 году, который, собственно говоря, и прозвал их амазонками, это его, с его легкой руки, так стали говорить. Если не считать Бурляков, центральное место в Союзе молодежи занимала, конечно, Ольга Розанова. Союз молодежи это группировка петербургская, первая авангардная. Это была крупная индивидуальность, человек, твердо знавший, чего он хочет в искусстве, и шедший к намеченной цели особыми, не похожими ни на чьи другие путями. С ней, несмотря на все разногласия, серьезно считались такие непримиримые в своих вкусах художники, как Гончарова и Экстер. Вот они все тут у нас, педат. Эти три замечательные женщины все время были передовой заставой русской живописи и вносили в окружающую их среду тот воинственный пыл, без которого оказались бы немыслими наши дальнейшие успехи. Этим настоящим амазонкам вскифским наездницам прививка французской культуры сообщила только большую сопротивляемость западному яду. И если ни одна из них не вырезала у себя правой груди, чтобы заменить ее досекинской тубой, то удержали их от этого главным образом из соображений эстетического порядка. Вот такая изысканная цитата, которая на самом деле абсолютно неправильно характеризует этих женщин. Это тот случай, когда Бенедикт тубу, такой образ представил, что женщина амазонка вырезает себе правую грудь, и туда на этом месте образуется некий тюбик для краски. Такой воинственный образ художницы. Досекинские краски это были русские краски, которыми пользовались в те годы. Амазонки, как известно, отрезали себе правую грудь, чтобы натягивать лук сильнее, чтобы бюст не мешал. Но он как-то совершенно не понял, потому что он назвал их воительницами, он назвал их, так сказать, он сказал, что сопротивляемость западному яду, то есть они были не были отравлены этим ядом, они сопротивлялись этому. Это тоже неправильно, потому что и Попова, и Удальцова, и Песта, или многие другие учились во Франции просто натурально. Они были там несколько лет, и Попова с Удальцовой провели там два года и научились там кубизму, кстати говоря. Поэтому с легкой руки так и пошло. Это амазонки, авангарда, вот они стали амазонками. Хотя никакими амазонками на мой взгляд они не были абсолютно, потому что они были совершенно другого рода женщинами, другого рода. Они не были воительницами, а они не были воинами, они не были агрессивными, а наоборот, они были очень женственными, красивыми, элегантными, спокойными и тихими достаточно. Но при этом им удавалось при всем своих, при всех чертах этих характеров удавалось делать такие вещи, которые не все мужчины были по силам, в искусстве. именно. Но тем не менее, почему эти амазонки стали таким термином расхожим, как я уже сказал, термин возник в начале 30-х годов, но некие такие позывы уже были наверное и в десятые годы, потому что тема амазонок фигурирует в искусстве. Вот картина Бехтеева «Бой амазонок» она называется. Эта вещь написана где-то в 14-м 15-м году. У меня нет цветного изображения, она где-то в частном собрании во Франции. Вот вещи Георгия Якулова, художника, который в общем и Бехтеев и Якулов они дружили с многими из этих женщин, особенно с Экстер, и она тоже называется «Бой амазонок». И вот еще один вариант Якуловской картины тоже «Битва амазонок» называется. Так что как мы видим вот этот сам термин, сам сюжет амазонок он уже фигурировал, но он пока не стал прозвищем этих прекрасных художниц. А стал он несколько позже. Да, вот еще одна картина называется «Амазонка» 18-го года, это живопись на стекле Василия Кандинского. Но здесь Амазонка просто она сидит в позе амазонки боком на коне, поэтому она названа амазонкой, но никак это никакая не воительница и не женщина не сражается ни с кем, это просто такая дама красивая. но это такой был период у Кандинского когда он писал некоторые свои картины на стекле 18-й год это так вот как получилось что этот термин стал таким расхожим он конечно пришелся на руку европейскому феминизму в 70-е годы в Европе очень расцветал феминизм и этот феминизм к себе притягивал все явления исторические художественные какие угодно и российские в том числе как раз тогда русское искусство авангарда попало в сферу внимания западной культуры в том числе западного феминизма и вот появились всякие статьи книги о том что вот эти русские художницы это вот они борьбой занимались социальной политической художественной они не извергли все основы какие только могли какие-то вокруг них существовали и вот они были этими амазонками получился такой вот образ неких амазонок которые на себе вынесли весь груз русского авангарда что на самом деле тоже не соответствует истине это тоже перекос в какую-то совершенно иную сторону уже вот все время вот эти весы понимаете какие-то баланса никак нет вот нет такого объективного какого-то понимания роли этих прекрасных женщин в русском искусстве в русском авангарде все время куда-то перекасывает ну вот я надеюсь что наш курс как-то внесет некоторый баланс все-таки в это отношение и особенно конечно на руку вот этим всем так сказать европейским тенденциям сделать из них воительниц пришлись двадцатые годы когда вот уже наши вот эти амазонки в принципе уже немножко отошли с художественной арены авангард уже затихал как художественное явление но зато появились вот такие фигуры как лильбрик например это женщина так сказать воплощение двадцатых годов ну все знаете ее так сказать ее нам биографию наверное не имеет смысла рассказывать об этом что-то не связано с тем что я сказал нет хорошо слава богу вот здесь лилибрик перед вами в двух видах это фотографии Родченко наверху она в платье Ломановой а в нижней фотографии она в красной такой косынке и вот это вот образ ну черно-белая фотография но известно что она красную косынку любила носить этот образ красной косынки как бы стал воплощением авангарда ложным воплощением авангарда на самом деле для западной культуры и с тех пор вот все вот бесконечные эти каталоги выставок русского авангарда везде там на обложках без концепта лилибрик красной косынки просто их десятки понимаете и за этим как бы искусство настоящее куда-то вот растворилось кончарова исчезла розанова исчезла попова исчезла а вот осталась лилибрик вот в этом ее таком рабочем в кавычках виде потому что она конечно была это как бы образ рабочего человека красная косынка но к рабочему классу она не имела никакого отношения на самом деле она была такая довольно изысканная буржуазная женщина которая любила богатство хорошую жизнь там у нее были разные романы там маяковские какие-то чекисты и так далее и так далее вот и даже вот Варвара Степанова жена Родченко тоже стала таким я бы сказал жупелом некоторым вот этого вот так называемого авангарда в кавычках потому что ее тоже Родченко очень любил фотографировать в разных каких-то рабочих костюмах мужских одеждах и такой он придавал ей какой-то вид такого полуженщины полмужчины но это было его уже собственные какие-то были идеи там дизайнерские еще какие-то но все вот опять же образ наших вот этих героинь он куда-то опять исчез он растворился вот за этим на мой взгляд довольно ложным каким-то видом вот этих всех красных косынок а на самом деле вот как написал как вообще о них вспоминали люди об этих женщинах вот воспоминания современников да современники это я цитирую одну статью современники помнили дорогие платья и запах хороших духов Любови Поповой парижские шляпки и английские зонтики Александра Экстер изысканное пальто Надежды Удальцовой а критик Абрама проф Эфрос писала нежным неуемным и тревожным искусстве Ольги Розановой и недаром друзья с нескрываемым любованием нарекли ее Оль Роз Женственности и грации были присущи им всем На фотографиях они радостно улыбаются Вот действительно пример этих улыбок На самом деле тут еще есть такой очень важный момент который как бы их феминизм несколько нивелирует и ну как бы даже зачеркивает практически потому что все они каждая вернее из них это были в общем-то женщины женщине при каком-то мужчине это были не просто какие-то такие одинокие борцы за новое искусство они все имели мужей или каких-то там скажем любовников но они не были одинокими никто из них вот одна из самых знаменитых пар Гончарова и Лорионов да но это фотография ранних лет значит Гончарова в футуристическом гриме это ее раскрасил Лорионов между прочим и сам Лорионов здесь у него тут на этой фотографии плохо видно у него в чубчик в такой в чубчик в плетен цветочек но это фотография 13-14 годов когда они так называемый футуристический грим когда они гуляли по улицам в кафе ходили в таком вот каком-то странном виде и потировали публику вот это одна пара такая очень ну такая характерная для русского авангарда и конечно в этой паре значит ведущее место как бы главным был Лорионов а Гончарова стояла несколько сзади она была скромная но при этом их достижения художественные абсолютно равноценны на мой взгляд а иногда даже Гончарова его и перепрыгивала кстати говоря когда они уезжали в 15-м году первый раз они уехали за границу в 15-м году по приглашению Дягилева в Швейцарию на постановку ну чтобы работать вместе с Дягилевым над спектаклем «Золотой петушок» так Дягилев собственно говоря пригласил не Лорионова он пригласил Гончарову а она сказала я без Миши не поеду и вот таким образом они уехали вместе и в общем это был уже отъезд они потом вернулись ненадолго но потом уехали навсегда вот еще одна пара Ольга Розанова это ее автопортрет такой ранний когда она еще ученический скажем а это Алексей Крученых фотографии тоже времен 13-14 года когда он дружил с Малевичем с Хлебниковым когда они учредили съезд футуристов первый когда был спектакль «Победа над солнцем» вот тоже такая пара правда несколько иные отношения потому что если Гончарова и Лорионов были даже мужем и женой они поженились только в 1955 году уже когда они были такими уже довольно старыми людьми но это было сделано видимо для соображений каких-то финансовых наследственных а вот эта пара Крученых и Розанова они не женились никогда когда собственно и тут несколько иные были отношения Розанова была великая художница а Крученых художником не было он был поэтом и тоже великим таким авангардистом но он был эксплуататором страшным по отношению к Розанову потому что когда они в десятые годы он выпускал например какие-то рукописные книги свои ну скажем 10 экземпляров это лучший случай а то и 100 на гектографе он их печатал он отправлял их Розановой и заставлял ее раскрашивать вручную вот эти экземпляры и она все время в письмах пишет там своей сестре еще кому-то что она уже не может она устала у нее руки не работают пальцы опухли этот Крученых меня заставляет все время вот все время работать на него но тем не менее это была пара они друг друга любили и отношения довольно долгие у них были но она умерла рано она в восемнадцатом году уже ушла из жизни вот еще одна пара в середине сидят с трубкой это Алексей Александр Веснин известный архитектор и Любовь Попова это тоже такой был не брак у Веснина была семья у Попова был муж но тем не менее это была пара потому что они в общем-то до смерти в двадцать четвертом году Поповой они были вместе все время и в этом случае наоборот Попова была как художник во голове потому что Веснин он был архитектором все-таки и он как-то так сказать плелся вот в ее хвосте он ей подражал когда она придумала живописные архитектоники он тоже стал делать похожие вещи потом она стала делать в двадцатые годы силовые построения он тоже стал делать в ее духе так что в общем он как бы был ее подражателем но очень ее любил а эта фотография очень хорошая тут она сделана Александром Родченко а вот на переднем плане это Степанова а слева там Антон Лавинский а сзади стоит с папиросой в руках мать Родченко но это такая еще очень какая характерная вот они сидят пьют чай видите что у них там на столе какой-то кусок хлеба лимон больше ничего нет собственно папиросы и чай плохой вот все что было двадцать четвертый год но лица довольные вот еще одна значит фотография вот этой пары это еще одна пара значит Родченко и Степанова ну это пара как раз где доминант Родченко такой альфа-самец и вот значит Варвара Степанова которая его просто обожала если у вас когда-нибудь будет возможность почитать дневники Варвары Степановой а она они опубликованы внуком их Александром Лаврентьевым это очень интересный документ необыкновенно потому что там Варвара записывает на протяжении нескольких лет чуть ли не каждый день вот что где, чего куда они ходили с кем они ругались как они ссорились с Смолевичем как они боролись против Черного квадрата как Родченко боролся с Кандинским и так далее это такая живая история притом конечно она принимала сторону своего мужа естественно но это просто зачитаешься вот как это все было описано замечательно и живо а вот еще одна пара это пара кстати из самого начала русского авангарда это Гуро и Матюшин Елена Гуро известная художница и поэт и писатель тоже очень рано ушедшая из жизни в 13-м году она умерла и ее муж Михаил Матюшин тоже один из толпов русского авангарда при этом человек который был одновременно музыкантом скрипачем главной его профессией была скрипач он был скрипачем императорского оркестра петербургского но в свободное от работы время да как сейчас говорят он занимался авангардом и очень много в этом смысле сделал очень превозносил высоко Гуро который вот рано ушли уйдя рано из жизни она как бы не успела воплотить все свои начинания но она действительно была великим талантом абсолютно вот ну в общем вот я вам представил такие основные какие-то пары русского авангарда конечно есть и другие и вот у меня тут не было просто фотографии скажем Александра Древина и Надежды Удальцовой это тоже пара которая такой тандем художественный абсолютно как раз вот тот тандем где оба были равноправны абсолютно и в ранние годы и в 20-е годы когда они путешествовали там по Алтаю вместе писали пейзажи алтайские иногда просто не поймешь кто написал из них это Удальцова или Древин настолько похожи эти вещи но это трагическая тоже история их совместной жизни потому что в 38-м году в 37-м году Древин был арестован он же вообще был латыш принадлежал к этим латышским стрелкам а их всех просто подчистую замели абсолютно и все они были расстреляны и он в том числе был расстрелян хотя он к политике не имел ну никакого отношения просто в его биографии была служба в латышских стрелках и он как бы приветствовал революцию вот все в чем он был виноват он был расстрелян Удальцова Удальцова об этом не знала естественно там ей никто не сообщил как тогда не сообщали никому женам и членам семьи и она его ждала вплоть до 56-го года когда она узнала что он расстрелян в 38-м году то есть такая трагическая вообще в общем пара но вот это вот так сказать увы к сожалению это характерная характерная так сказать ситуация для тех лет в которых они работали и творили надо сказать что вообще вот это вот все вот эта парная так сказать история русского авангарда нигде в мире ничего подобного не было ни в одной европейской стране вы не найдете таких дружных тандемов художественных как в России вот что это такое было да вот на на фоне расцвета феминизма и каких-то так сказать таких тенденций освобождения женщин вдруг вот такая такая возникает такой феномен объяснить его трудно чем-либо вообще это какой-то видимо все-таки русский характер женский именно мне кажется тут очень какую-то большую роль сыграл потому что вообще русские женщины русские жены как известно они вообще ценятся во всем мире если вы знаете про это там в некоторых странах считают что жениться на русской это очень большое вообще так сказать ну везение большое и вот вот эти характеры русские и женские наверное они очень были в этих вот наших героинях воплощены мне кажется потому что они в них абсолютно не было никакой зависти к своим мужьям или своим партнерам абсолютно никакой и они при всей так сказать вот все-таки представляете себе жить например с Ларионовым который вообще был такой неуправляемый абсолютно человек который все время бросал из страны в сторону он то одно то другое выдумывал он с кем-то ссорился вечно с кем-то ругался или Родченко который любил там стравливать какие-то там разные группы художественные друг с другом с такими людьми жить конечно было тяжело несомненно но тем не менее они уживались и очень даже счастливо жили и работали что что главное не попадая под эту пяту под давление своих пар мужских а наоборот как расцветая даже это поразительное свойство и вот надо сказать что вообще в целом в русском авангарде никакого вот этого процесса когда женщин отодвигают на второй план не было абсолютно например участие в выставках вот мужское и женское 5x5 была такая выставка в 21 году одна из главных выставок конструктивизма три женщины пять мужчин или там скажем магазин 16-й год выставка устраиваем который устроил Татлин в старом магазине это одна из таких московских авангардных выставок важных шесть женщин 13 мужчин ну вдвое больше мужчин но это очень много по сравнению скажем с какой-нибудь передвижной академической выставкой того же времени или начало десятых годов где вообще ни одной женщины не было так что в этом смысле авангард вообще шел впереди опять всего и вообще отношения какие у них были вот просто процитирую вам например отношения ларионова и гончарова в 13-14 году вспоминает один современник ларионов приходит с выставки с вернисажа ослиного хвоста 12-й год выставка которую он сам устроил он там был главный абсолютно приходит веселый и сияющий говорит гончарову повесили замечательно целая стена освещение лучше нельзя лучшее место на выставке а на вопрос а ты ответил меня не особенно устроитель даже извинялся в общем-то угол какой-то и света нет вот он был счастлив что его гончарова висит и всем видна или малевич уж такой был вообще так сказать деспот да а тем не менее когда он создал супремус свой в 16-м году это общество где так сказать он развивал свои идеи супрематизма он туда позвал и попову и розанову и удальцову и или такая история например когда умерла розанова и устраивалась ее посмертная выставка это была первая государственная выставка 18-й год опять же борьба между жившими тогда художниками разгорелась по поводу того кому принадлежит розанова вот стилистический малевич и его команда там клюн они сказали что нет она это наша она наша она супрематист Родченко и Степанова и еще там несколько художников наоборот отстаивали ее независимость поскольку они с ней очень дружили и близки были последний вот буквально год и последний месяц ее жизни они очень так сказать с ней тесно сотрудничали они ее к себе тянули и вот когда как описывает Степанова в этих дневниках про которые я уже говорил они пришли на выставку розановой и первое что они увидели у входа огромный черный квадрат на холсте было написано Клюн по заданию Малевича нарисовал черный квадрат его повесили на выставке розановой ну нонсенс какой-то у розановой никаких черных квадратов не было как бы хотели поставить печать что это наша но тут же скандал и в общем квадрат сняли кстати он не так не сохранился вот было бы интересно посмотреть на этот квадрат конечно так что борьба за Розанова тоже была вот это просто я говорю о том что какого знаю какое значение они придавали творчеству своих женщин художник своих коллег и вот опять вспоминая яд как сказал да я уже цитировал как сказал лившиц не поддались западному яду просто покажу вам картинку где они очень даже и поддались хорошо потому что наверху вы видите две вещи это в овалах это значит брак слева справа Пикассо 11-12 годы а внизу Удальцова и Попова тоже ну чуть позже там 14-15 год просто поддались абсолютно этому западному яду даже очень поддались слава богу потом они себя его как бы выжили да и я до этого почти не осталось но поначалу они учились и я бы не сказал чтобы они подражали они по-своему это вот посмотрите на эти вещи это не подражание это какая-то интерпретация своя собственная и она более живописна потому что эти вещи вот французские они какие-то сухие такие очень очень рациональные я бы сказал а наши вещи живописные живые какие-то более веселые я бы сказал даже какой-то в них даже юмор и я вот ощущаю не знаю чувствуете ли вы это да вот эти куски гитары это что-то даже какая-то может быть даже насмешка некоторая над метрами вот этими которые всерьез все это делали ну может это я фантазирую но во всех случаях различия тут существуют несомненно и в париже учились не только эти две удальцова и попова с ними вместе туда поехала и вера пестель и вера мухина знаменитая потом скульптор советского времени уже и на самом деле вообще-то они и александр экстер которая жила в париже очень много вот эти все женщины они сыграли колоссальную роль для развития русского авангарда потому что они приносили с собой новые идеи которые тогда же не было ни интернета ничего и в общем-то в газетах мало чего печатали или в журналах о Пикассо и браке но можно было посмотреть их картины в собрании щукина и морозова правда в москве это действительно было очень важным таким местом где художники могли учиться новому искусству сейчас вот в париже открыта выставка замечательная совершенно в фонде Вюеттона в новом здании которое построено в Булонском лесу выставка называется коллекция Щукина не помню как название там первое но в общем это из коллекции Щукина это потрясающая выставка когда вы ее видите целиком все поражает вот это феноменальный какой-то талант самого Щукина вот как он сумел понять первым увидеть ценность французского искусства французы в те годы практически этого искусства не покупали и не интересовались им а вот Щукин человек который происходил из такой традиционной русской среды там все его предки были такими верующими людьми православными старообрядцами и вдруг вот такой человек у которого совершенно ясная голова он открыл для себя какое-то совершенно новое искусство мало того что слава богу у него были большие деньги он это все покупал мало того он заказывал Матиссу вот эти знаменитый танец который вы все знаете и другие вещи это просто был заказ Матиссу который сделал специально для дома Щукина для Анфилады то есть для лестницы наверху в конце дал этот висела эта картина огромная так что я к тому что учиться французскому искусству можно было и в Москве конечно но в Париже было наверное все-таки интереснее это делать потому что это был непосредственный контакт с учителями и вот туда вот эти женщины и поехали и привезли оттуда действительно новые знания новое понимание искусства и в этом смысле их роль переоценить просто невозможно мужчина конечно тоже учились этому но не Ларионов Ларионов был в Париже но он никому там ни у кого не учился Татлин в Париж попал всего на пару дней буквально это тоже отдельная история но это не сегодняшняя тема Малевич не был вообще нигде за границей практически кроме Германии но уже в поздние годы так что в общем-то вот европейский яд как раз несли эти самые женщины вот опять опровергаю налившицы надеюсь он меня за это простит и конечно им давалось вот им искусство и новые какие-то достижения давались им очень легко да вот кстати я вам говорил что у меня нет фотографии вот она есть это удальцовый и древен такая вот пара это новое искусство давалось им очень легко потому что если там скажем Малевич когда он написал свой черный квадрат он вспоминал что когда он его делал то там гром и молнии какие-то вокруг сверкали и что-то такое там вспышки какие-то были это он написал о воспоминаниях или там скажем Ларионов какие-то озарения мистические у него были когда он создал лучи он прямо видел эти лучи которые исходят от предметов то женщины наши русские авангардистки они это все как-то спокойно абсолютно эволюционно ясно и просто добивались совершенно новых каких-то идей вот выход к беспредметному искусству это то в общем то что стало кульминацией в общем-то русского авангарда в середине десятых годов это в общем-то заслуга русских женщин в основном хотя конечно вот как я уже говорил Малевич их подтянул к своему обществу супремусу потому что он хотел чтобы все было под супрематизмом и он их тоже называл супрематистками но они ведь каждый из них вот перед вами четыре варианта этого супрематизма каждый из них совершенно по-своему все делал абсолютно вот начнем да вот это сверху слева удальцова потом следующие сверху с той стороны экстер тут розанова и там попова вот это вещи времен как раз супремуса там где-то 15-16 год и у каждой из них совершенно какие-то свои лица свои абсолютно характеры картины совершенно не похожи друг на друга но может быть попова и удальцова немножко близки друг другу более-менее поскольку они очень тесно в те годы работали постоянно были вместе или вот например еще одна беспредметность любой поповой так называемые пространственно-силовые построения это вещь 21 года эти картины вот эту серию их немного там их штук 10 наверное живописных это последние так сказать живописные произведения поповой она в 21 году перестала заниматься живописью перешла на позиции производственного искусства это была в общем на мой взгляд трагедия конечно но таково было время и вот последние вещи она писала вот такие они такие нарочито грубые нарочито антихудожественные потому что они сделаны обычно на куску на каком куске фанеры очень у них очень такая сильная фактура вот эти все темно-красные с грязью как бы да эти куски живописи это такая фактура это такой рельефный почти даже живопись они нарочито некрасивые вот если вы посмотрите на вот этот вот черный многоугольник на фоне три вот эти фигуры геометрические это очень красивая вещь это какой-то идеально выстроенная такая гармония геометрическая а тут нарочито некрасиво специально вот сделано чтобы это было грубо неприятно эти вот линии которые куда-то уходят ничем они не кончаются какая-то анти антикомпозиция такая композиция уходящая куда-то вот в разные стороны это сознательно все сделано когда она вот так сказать боролась внутри себя с самим самой боролась со своим чувством красоты эстетики чтобы вообще потом бросить живопись но об этом мы еще поговорим когда дойдет речь в других лекциях и о Поповой мы будем говорить или вот еще одна беспредметность совершенно невероятная Ольга Розанова это такая на мой взгляд это просто гениальная художница абсолютно потому что она сделала столько открытий в своей жизни короткая очень умерла она в восемнадцатом году ей было 36 лет всего и сознательно такого творчества ну я не знаю там она начала первые ее картины ну такие уже серьезные где уже лицо художника есть это 12-й год скажем и вот 18-й 6 лет всего она творила как полноценный такой художник за это время она создала во-первых огромное количество картин во-вторых она прошла такую феноменальную эволюцию от какого-то примитивизма кубизма через там не знаю еще какие-то стили кубофутуризм и пришла вот к этому к беспредметности и потом к цветописи это вот вот эти две вещи которые перед вами это образцы цветописи где уже на самом деле к супрематизму Олевича они не имеют никакого отношения они антисупрематические потому что в них не геометрия главная а в них главный цвет она называла эти картины этот стиль распылением цвета она не называла их цветописью а называла их распылением цвета а вот кстати говоря вот эта полоса зеленая которая слева возможно что у нее был триптих который назывался то есть мы не знаем точно название потому что есть еще одна полоса такая желтоватая она хранится в собрании Костаки была сейчас она в частном собрании в Швеции эта вещь в ростовском музее а третья полоса тоже была в ростовском музее фиолетовая в 30-е годы она была если эти две такие вот вертикальные та была диагональная и возможно что это был даже триптих такой у нее ну это как бы предположение вот и это конечно были невероятные рывки такие в будущее о которых собственно говоря даже никто тогда наверное не понял как далеко она ушла от современности потому что эти вот эту живопись можно сравнивать и даже удивительно как она похожа на американскую живопись там 40-х 50-х годов там Ротко и другие художники вот этого круга абстракций ну конечно они Розанова не видели и Розанова про них естественно ничего тоже не могла знать она умерла но вот эта общность художественных идей которая иногда в воздухе висит она их объединяет но только Розанова это открыла в 18-м году а те только лет через 40 это я к тому говорю что вот русский авангард он вообще так сказать характерен именно такими прорывами какими-то необыкновенными какими-то художественными предчувствиями которые в общем они не нашли такого полноценного воплощения в искусстве при авангарде они воплотились где-то совершенно в других каких-то сферах в других стилях в других странах даже но вот насколько это было движение движение русское мощное к сожалению не воплотилось многое из того что могло бы стать что было бы воплощено в реальности но тут вот опять мы немножко углубимся чуть-чуть в историю потому что все-таки же не на пустом месте возникло женское творчество в России а были были предшественницы предшественницы были которые о которых конечно следует сказать обязательно ну вкратце я не буду долго об этом рассказывать потому что это были женщины в общем-то из дворянских богатых семей вот перед вами портрет Елизаветы Мамонтовой жены Савва Мамонтова ну Савва Мамонтова все знают да Мамонтовский мануфактуры это чрезвычайно богатый был человек миллиардер который в общем был меценатом очень серьезным и его жена тоже была меценатом вот они были организаторами так называемого абрамцевского кружка и вот кружок в котором не знаю куча художников русских подвязалась они их кормили поили те там жили и работали сколько хотели вот это было такое место для художников абсолютно райское Палиенов там был Врубель там кого только там не было Репин Нестеров Серов Коровин вот буквально тут скажем знаменитый портрет девочек с персиками написан в Абрамцево это дочка Мамонтовых Вера значит Воснецов работал там над картиной Аленушкой Богатырей Репин над какими-то своими работами Нестеров там собирал оттюды для своего знаменитого вот этого полотна отрока в Рафоломе ведения отрока в Рафоломе это все в общем-то благодаря тому что они были обеспечены едой крышей и даже деньгами и художники могли же свободно жить это такое было действительно райское место помимо этого ведь в Абрамцевском кружке родился неорусский стиль вот то что мы знаем там скажем в архитектуре здания исторического музея который сегодня мы видим на Красной площади это вот результат деятельности Абрамцевского кружка но уже воплощенной в архитектуре а те члены Абрамцевского кружка просто собирали народное искусство работали в стиле народном крестьян к этому так сказать как-то призывали и там на них работали какие-то ремесленники это были люди необыкновенно вот патриотические в хорошем смысле этого слова им было интересно они понимали любили русское народное искусство и его так сказать как-то приобщали к высокому искусству и в результате в общем-то русское вписалось русское народное вписалось в авангард как мы знаем это вот все благодаря этим людям конечно еще одна героиня вот этого времени Елена Поленова сестра да сестра Василия Дмитриевича Елена Дмитриевна Поленова тоже одна из таких вот художниц которые она художницей была которая очень много сделала для того чтобы народное искусство обрело статус искусства а не просто какого-то ремесла грубого которое никаких художественных ценностей за собой не не несет и она тоже была одной из первых вот в этом движении русских женщин к культуре как она писала своему когда она получила там командировку за границу она писала своему брату какой скандал Вася меня посылают в командировку за границу от общества поощрения художников добавляю я думаю это первый пример в истории по крайней мере в русской чтобы особого нашего бабьего сословия получала поручение и отправляемая была в командировку с целью изучения и так далее и так далее вот она сама понимала что она первая бабье сословие с юмором это все конечно сказано она была действительно между прочим еще кроме того что она писала замечательные всякие этюды и пейзажи она занималась керамикой и она возродила керамическую технику и вот когда врубель бывал в Поленово он там тоже работал керамически делал такие композиции благодаря ей исключительно потому что там была мастерская там лепили отливали обжигали все это делалось именно там в Поленово ну ладно я не буду так сказать о деталях о ее жизни это тут много чего можно рассказать потому что у нее какая-то была жизнь трагическая достаточно вот еще одна Якунчикова тоже замечательная совершенно художница была которая правда она в основном проводила Мария Якунчикова проводила время в Париже но для так сказать становления вот образа русской художницы женщины она тоже очень много сделала потому что она приучила Париж к тому что в России есть женщины которые художники в то время на самом деле во Франции если вспомнить вот кого-то и поставить рядом с Якунчиковой ну только пожалуй Мария Лоранцен но немножко позже она была а вот так сказать такой фигуры значимой которая на выставках выставлялась о которой писала критика а их таких не было ну была французская известная немножко раньше портретистка Вежель Лебрен но она кстати говоря приехала в Россию ее позвали в Россию она была здесь довольно долго прожила писала портреты императорские так что вот Якунчикова тоже в этом ряду занимает не последнее место ну и вот еще одна еще одна героиня это Мария Клавдиевна Клавдиевна Тенишева графиня Тенишева художницей она не была она была общественной деятелей деятелем меценатом коллекционером такая видите вообще замечательная дама с такой посадкой аристократической она основала в Петербурге школу рисовальную школу при обществе поощрения художников а в Смоленске она открыла музей старины тоже было абсолютно новое явление в те годы потому что тогда старину как я уже говорил не раз воспринимали исключительно как какие-то старье какое-то а не как художественные объекты у нее было имение в Талашкино это тоже где-то вот где у них было ну это семейное имение это тоже в районе где-то в районе Смоленска и там тоже был такой художественный центр какой-то куда съезжались разные мастера разные живописцы писатели художники актеры и прочее прочее вот такая богемная среда где тоже такой вот был так сказать какой-то круг современного искусства ну она как и многие конечно когда произошла революция люди из этой среды из богатой среды из аристократической они уехали и она закончила свою жизнь во Франции и умерла в Париже как вот писал о ней Билибин всю свою жизнь она посвятила родному русскому искусству для которого сделала бесконечно много вот ее портрет написанный Репен грандама такая красивый портрет кстати вот подходим поближе уже все-таки к авангарду среди авангардных персонажей была одна женщина которую можно назвать сегодняшним названием куратор это надежда Евсевна Добычина петербургский житель совершенно великая женщина абсолютно которая у которой была галерея которая называлась художественное бюро Добычиной она устраивала там выставки и она была патроном современного искусства на самом деле вот если так сказать был мужчина Дягилев который чуть раньше да он создавал вокруг себя какие-то необыкновенные организаторскими способностями обладал или скажем Давид Бурлюк который тоже вокруг себя собирал авангардистов то вот эта женщина Надежда Добычина а это портрет ее работы Альтмана 13-го года а вот еще один ее портрет сейчас работы Головина Александра более ранний она была она была смелой необыкновенной она не боялась там скажем устроить какую-нибудь выставку авангарда вот выставка 010 знаменитая которая недавно исполнила 100 лет где был впервые выставлен черный квадрат она была устроена именно в художественном бюро добычиной у нее вот это место на марсовом поле вот здесь и находилось это бюро оно меняло свои адреса но окончательно и бесповоротно вот главные все выставки происходили именно в этом помещении она кстати говоря и умела торговать она продавала сомовские работы работы бенуа зарабатывала деньги она устроила первую персональную выставку Натальи Гончаровой в 14-м году вот в этом здании именно из этого здания значит тогда был было изъято 22 работы Гончаровой по соображениям религиозным как сказала комиссия священного синода что эти работы оскорбляют чувства верующих и да в 14-м году было сказано это первый раз и эти работы были значит оттуда вынуты но там правда за нее тут же вступилась общественность очень мощно и буквально через несколько дней все работы вернули на место и выставка открылась в полном составе но тем не менее вот она вот это все это добычина которая вокруг себя вот такие сформировала удивительные какие-то не знаю круги общественные какие-то такие собрания мало того она устраивала каждый год выставки современного искусства просто они так и назывались современное искусство бюро добычина и каждый год это вот некий итог был ну естественно тоже революция все это закрыла как вы сами понимаете вот ее судьбу честно говоря дальнейшую я не могу вам сказать что с ней было а может и могу сейчас может быть у меня русский пейзер она по-моему тоже уехала а нет вот пожалуйста значит после революции бюро было закрыто естественно но с 19 по 24 год добычина заведовала выставочными отделами в доме искусств такой был дом искусств это где собирались художники где их кормили на самом деле в тяжелые годы потом она взглядела кружок камерной музыки до 30 года потом она работала в русском музее несколько лет вместе с Пуниным работал над выставкой художники РСФСР за 15 лет потом переехала в Москву работала на киностудии Мосфильм то есть вообще у нее была а потом работала заведующим отделом в музее революции вот представляете такая богатая биография у нее не все уезжали значит она осталась ну вот мне бы так сказать хотелось еще вас как-то вам напомнить наверное о некоторых персонажах этой нашей нашей культуры скажем которые очень важны в этом смысле в нашей теме теме женского творчества например такой знаменитый представитель такого уже феминизма настоящего это Зинаида Гиппиус вот ее слева ее фотография а справа тоже фотография она в мужском костюме кстати говоря она это первый такой тип женщины вам которая вот вокруг она так сказать вокруг нее велись какие-то мужчины в огромном количестве она их всех просто держала за ниточки какие-то и вот так ими управляла абсолютно любила кстати одеваться в мужскую одежду вот что мы видим вот на этой фотографии и ну она конечно представитель такого символизма поэтического абсолютно классический но вот в быту в окружающей ее жизни она представляла именно такой тип женщины вам был другой тип еще женщины вам это Аида Рубинштейн знаменитая которую запечатлел Валентин Серов в этом своем портрете бессмертном абсолютно в общем-то она была знаменитой танцовщицей и в 908 году балетмистр Фокин Михаил Фокин он ее как-то так сказать очень отметил и знаменитый танец такой поставил он назывался танец сими покрывал Ида Рубинштейн в полуобнаженном виде танцевала и вот эти покрывала она как бы их все время разбрасывала отодвигала и в конце она появлялась вот такая полуобнаженная но можно себе представить какое-то вообще производило впечатление на публику это было конечно сенсация абсолютная вот она здесь тоже в роли Клеопатры в Париже она вообще была фигура чрезвычайно знаменитая и в России и в Европе и особенно во Франции и Серов ее да ну вот еще одна ее фотография вот Серов ее значит изобразил слева вы видите портрет Серовский знаменитый а справа карикатуру того времени потому что все это было так сказать расхожая шутка потому что этот портрет чрезвычайно был популярен над ним все издевались его все называли значит что это Серов изобразил не танцовщицу а они говорят гальванизированный труп так они называли этот портрет но она действительно тут изображена так сказать вот очень реалистично наверное да как мы понимаем она такая была худая такая довольно изможденная никаких пышных форм и вот ее родаков карикатурист изобразил в виде спичек коробки со спичками да ну вот я говорил о том что во Франции таких примеров женщин которые были рядом с какими-то художниками было очень мало вот единственный пожалуй пример это Марила Рансен такая была замечательная действительно художница французская она была большой подругой и даже не женой но в общем верной спутницей Агийома Аполлинера вот там вы видите наверху значит они изображены оба на фотографиях а внизу картина Анри Руссо где они тоже изображены эта картина называется поэт вдохновленной музой это изображены вот Гийом Аполлинер и Марила Рансен эта картина была у нее было два варианта один находится один был куплен Щукиным и он висит сейчас вот в этой на этой выставке в Париже а вообще он в ГМИ находится а второй находится в Базеле вот это я вам показываю вариант из Базеля ну и вот наверное из западных женщин вот художниц того времени ну может быть дочка Маринетти Бенедетта Маринетти она не столько знаменитая как художница сколько знаменитая как дочка Маринетти именно у меня был с ней даже какой-то контакт такой интересный письменный когда мы издавали с коллегами книгу Розановой большой альбом такой у меня были слайды нескольких работ Розановой из собрания Маринетти но надо было получить разрешение я написал письмо ей что госпожа Бенедетта позвольте вот эти вот там три картины Розановой которые в вашем собрании опубликовать она написала мне такой ответ он у меня где-то хранится в архиве Соробьянову разрешаю для Розановой все таким вот так четыре слова буквально подпись Бенедетта так что вот она да и вот еще была такая Габриэла Мюнтер своего рода в общем хорошая очень такая художница которая была таким другом и вечной спутницей Василия Кандинского и работала она так сказать в каком-то так сказать ключе Кандинского но абстракции она не писала вот ранний Кандинский какие-то пейзажи его Мурнау там или Ахтырки вот она точно так же делала как и он потом как-то у нее как-то когда они уже разошлись ее творчество как-то сникло абсолютно в общем она видимо Кандинский поддерживал ее как творческую личность без него она была не очень удачно она работала вот это вот такие персонажи на западе но были еще были еще русские жены это особая вещь я вообще уже сегодня говорил что жениться на русской это некоторый бонус но вот такие действительно были бонусные жену если так можно выразиться у некоторых русских художников у некоторых западных художников значит вот значит перед вами Соня и Роберт Делане Роберт Делане известный французский живописец современный такой того времени современный в смысле авангардный а Соня она сама из Витебска родом ну в общем она как-то оказалась вовремя за границей и она очень вдохновляла его была его верным соратником работала в таком же духе как и он и они очень какую-то важную функцию выполняли во Франции оба потому что они многих русских к себе вот пускали в квартиру давали какие-то деньги поддерживали в общем молодых художников там например баран фросине приехал бедный такой мальчик из какого-то еврейского местечка и вот в Париже оказался подружился с Соней и они его очень так сказать как-то приютили кормили поили вообще дали ему возможность работать он благодарность кстати говоря придумал к своему к своей фамилии баранов вот этот псевдоним Россине ну а-ля как бы подтверждая свою дружбу с Делане Россине Делане но только Россине в смысле Россия ну вот как на французский манер так я думаю вот наверное так и есть но были более такие сейчас секунду тут что-то перепутали слайды были такие жены и не менее важные вот например перед вами фотография это уже престарелый совсем скульптор майоль арестит майоль и его замечательная модель она же ставшая его женой потом Дина верни такая русская женщина которая французскую фамилию взяла она жила во франции естественно в общем-то когда он номер он все ей завещал она стала богатой женщиной она открыла галерею в париже где выставлялись уже там в 50-е 60-е 70-е она долго прожила она была его младше чуть не на 50 лет и она прожила долго и у нее выставлялись там мрабин в галерее в париже и прочие другие русские уже 60-ники жившие там Борис Заборов там скажем Купер и так далее вот такие художники так что тут такая вот связь какая-то от Майоли к нашим 60-никам вот еще одна пара очень интересная простите тут путаницы некоторых слайдах вот замечательная пара это поэт Асеев Николай и Мария Синякова Синякова было 4 сестры они все были художницы Асеев выбрал вот эту именно она была очень красивой женщиной когда она осталась уже одна Асеев умер где-то ей уже было лет 70 в нее влюбился Зверев Анатолий и он ее просто боготворил он ей писал письма он ее рисовал бесконечные ее портреты писал стихи посвященные ей это просто целый какой-то роман вот он отражен где-то в литературе довольно много какие-то вот издания которые издает сейчас музей Зверева там это все отражено там какие-то феноменальные есть истории как значит он вместе с своим другом он написал там какой-то и на какой-то ее на новый год кажется он написал ей 50 писем поздравлений и ходил по разным почтовом отделению в разные ящики раскладывал чтобы они к ней приходили таким потоком вот такая была любовь тоже разница в возрасте у них была довольно серьезная лет наверное 30 или больше а может и 40 вот еще одна пара художественная замечательная тоже это значит художник Соколов Михаил Ксенофонтович и Антонина Сафронова замечательный график который начинал тоже как авангардист но недолго а потом она писала такие красивейшие пейзажи Ленинграда она вообще была график преобладающая ее профессия а Соколов это вообще уникальный художник в 20-е годы они были вместе они вместе преподавали в Твери вот фотография в тверских государственных художественных мастерских они учили молодых ребят авангарду и сохранилось несколько фотографий этого времени вот сидит тут в середине Соколов а слева такое немножко вот как пострижено как мальчик это Сафронова Соколов потом сел в лагеря и сидел там наверное лет 12 на лесоповале был и он феноменальный конечно был внутренней силы человек он присылал все время он рисовал там без конца рисовал на каких-то крошечных худых маленьких таких квадратиках бумаги которые у него были со спичечный коробок буквально рисовал он карандашами какими-то уголечками пейзажики маленькие такие ну вот прямо как этикетка спичечного коробка и присылал их в письмах своим родственникам друзьям Сафроновой так что их сохранилось довольно много этих вот его лагерных рисунков вот у меня даже есть один потому что мне его подарила дочка Сафроновой когда я издал книгу о Сафроновой так что видите как полезно издавать иногда книги бывает что с этого бывает какой-то профит это сейчас мы до этого дойдем вот еще русские жены еще одна русская жена это Ольга Хохлова она была правда недолго женой Павла Пикассо вот он ее значит нарисовал наверное с фотографией я думаю рисовал этот портрет потому что слева это фотография справа портрет ее написанный в 17 году Пикассо а слева еще один портрет 18-го года этой же Ольги ну надо сказать что большого следа его в жизни Пикассо она конечно не оставила потому что все-таки Пикассо был такой мощной личностью что все вокруг него кто был они все нивелировались как личности но вот была другая женщина русская Гала так называемая Гала да Елена Дьякова она на самом деле была сначала она была женой Поля Элюара потом увлеклась Максом Эрнстом а потом ее увел к себе Сальвадор Дали она была его такой музой настоящей вот действительно вот это была муза настоящая потому что он ее просто боготворил вот все это ее портреты она фигурирует в его работах неоднократно вот верхняя вещь где она там сидит там лицом это значит Лада и Зев как бы да тут у нее ее портрет со спины в общем когда она умерла по-моему она умерла раньше чем он она была старше он очень как-то страдал это для него был страшный такой удар а Дьякова или Дьякова ну Дьякова Елена Дьякова вот еще вот еще русская жена это Надежда Делекторская Надя Леже так называемая она была женой сначала она была естественно как ну это классический такой вариант или сначала модель потом жена или секретарша потом жена вот это случай секретарша и жена она вела дела этого великого художника Фернана Леже знаменитого французского авангардиста а потом она стала его женой и в общем как бы она очень много сделала для того чтобы работы Леже попали в Москву и он через нее он завещал много довольно вещей музею Пушкина благодаря ей эти вещи там находятся она кстати тоже была художника художница и график и мозаичист ну прославилась то в общем больше как именно человек который стал как жена Леже и как человек который вот помогал в Россию сюда его вещи перевозить вот кстати говоря еще раз я возвращаюсь к Дине Верни просто тут просто больше фотографий вот это Дина Верни уже старенькая сидит рядом с скульптурой которую с нее лепил Моель а вот видите какая она хорошенькая в те годы когда она пленила этого старца ну вот наверное последняя такая героиня которая в общем в русском авангарде присутствовала это Эльзатриали жена простите сестра Лили Брик и она же была женой сначала Триоле такой был французский писатель а потом она была женой Луи Арагона и она способствовала очень в большой степени привлечению Арагона в коммунистическую партию Франции это было ее думаю такое задание серьезное через Лилю Брик тут какие-то всякие в общем были наверное связи ну как бы не пойман не вор как говорится да не будем про это говорить но она несомненно какое-то влияние на это дело оказала ну вот на этом наверное сегодня закончим так сказать я вас показал вам такой блиц блиц портрет русских женщин которые хоть как-то связаны с авангардом а со следующего раза мы будем уже углубляться в искусство настоящее и будет речь идти о Гончаровой спасибо вам за внимание спасибо 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 Продолжение следует...